В Чувашии по-прежнему 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент выздоровел. Меры по противодействию COVID-19 обсудили сегодня на оперативном штабе в Доме правительства. В Чувашии сейчас три лаборатории, которые делают анализы на COVID-19. Сейчас решается вопрос о развертывании четвертой лаборатории на базе Республиканской клинической больницы. Проблем с поставкой тест-систем не имеется. Совместно с лабораториями Министерства здравоохранения количество обследований у нас увеличилось. Обследуются лица, не только контактировавшиеся с больными, но и просто по желанию. В частности, на днях 9 человек были, в том числе из 34 заболевших, 9 человек – это те, которые тестировались добровольно. Просто захотели узнать, может быть, они имели сомнения или прибыли из Москвы. Мы сейчас уточняем, но они все госпитализированы и все получают лечение в инфекционном стационаре. А также контакты по ним тоже мы отработали. К возможному появлению новых случаев заражения в Республике подготовились. На 10 апреля развернутые инфекционные койки в количестве 290 коек – это 75 коек в больнице скорой помощи, медицинской помощи, Министерство здравоохранения, 75 коек в НОВС на базе инфекционного стационара, 140 коек инфекционного стационара в городской детской больнице номер 2. Дополнительно перепрофилированные и готовые под инфекционные койки – это 114 коек на базе Республиканского клинического госпитала литеранов войн и 54 койки Акушерского отделения номер 3. В некоторых больницах не хватает средств защиты для медицинского персонала. Но в ближайшее время этот вопрос будет решен. Мне удалось уже переговорить с Минутовым Трогом России. И удалось договориться, что нам дополнительно выделят средства индивидуальной защиты. Это и маски, и перчатки, и костюмы. Соответствующую работу мы наладим буквально сегодня же. И я думаю, что уже если не завтра, то в понедельник, вторник эти средства индивидуальной защиты к нам прибудут. И мы, естественно, обеспечим ими прежде всего медицинских работников. Ну и по мере обеспечения тех людей, которые работают на передовой, будем обеспечивать остальных. Важным вопросом остается самоизоляция возможных зараженных. Во всех муниципалитетах созданы мобильные группы, которые работают с карантинными гражданами. Введена ответственность за нарушение режима. Данными мобильными группами проводятся мероприятия по выявлению нарушителей самоизоляции, приостановлению деятельности отдельных организаций. Применяемые меры указывают на усиление, результаты от принимаемых мер. Мы видим уже усиление и организации профилактической работы. Но если подвести итог, на 11 часов сегодняшнего дня, этими 157 группами было составлено 365 актов фиксации правонарушений и проведена работа более чем по 3100 случаям. Выписано, оформлено, вернее, 19 протоколов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!